Очень популярна духовная практика, йога, вот, и знаете что, мы решили с моей мамой немножко углубиться в эту тему, вот, и самая вообще легкая практика, духовная, которая нам попалась, это, короче, надо было умереть. Ну, не так, чтобы, да, белые тапки, все, и прямиком туда обходить, надо было ментально, ментально, в общем, уходишь в себя и все. Ну, я говорю, давай, слушай, по очереди делать, потому что если вдвоем откинемся, ну, долго искать нас будут, понимаешь? Приезжаем, ну, решили взять и руку с собой, приезжаем на море, в общем, стелимся, разжигаем костюм, все, ложимся, умираем. Я уже все, в нирвану вошла, я деда видела, понимаешь? Но, самое интересное было посмотреть на это со стороны, потому что нечасто увидишь два лежащих тела просто в курточках с головой на каком-то матрасе, да, рядом чувак, который разжигает костюм просто, и они в полной отключке, в середине октября, на море. Ну, примерно так выглядит каждый воскресный вечер Баршинцева, там еще на заднем фоне круг играет, да, и кто-то кричит, давай, наливай, вот это вот, ну, примерно так это все выглядит. Ну, в общем, все, выходим, выходим из практики, нормально. Ребят, вставила так, короче, но меня держало еще три дня после этого. Друг сказал, что в следующий раз будет, короче, практиковаться с нами, вот, всем этим шаманским штучкам, вот этим вот, мантры, тантре, андатры, вот это вот все, да. Ну, знаете, самое главное, что из нирваны я вышла, но вышла в запой. И знаете, что, ребят, если хотите обнуляться, то обнуляйтесь по полной, спасибо. Спасибо. Супнину, круто, ты первого раза. Да. Надеюсь, ты с нами теперь будешь на постоянной основе. И мама, вы же помните. Я ее втяну. Все, следующую вечеринку мы начнем именно с вас. Так, ну что, сейчас будет, наверное, самое необычное выступление, потому что во время него вы сможете услышать стоны. Он сбежал! Он сбежал? Да. Нет, серьезно? Не увиделся. А, ты типа охотенный эффект науки, ты знаешь? Давай, музычку, может, я выберем, я сейчас знаю. А можно? Да ладно, так, все, не фантазируй. Все, сейчас мы будем тебя встречать, правильно? Руди Лебовский, да? Да. Тебе так нравится, да? А настоящий? Богдан Баты. Какой развод. Не, мне нравится и так, и так, но давайте сегодня Руди, на следующем мероприятии будет Богдан. Руди Баты. Руди Баты? Да. Какой-то покемон. Богдан Лебовский. Вот, прикольно, Лебовский. Вот, ваша задача будет сейчас крикнуть Лебовский, хорошо? Легко. Все, встречайте, на этой сцене, в этой замечательной детской комнате, Богдан Лебовский! Я буду отличаться немножко от других выступающих здесь, да, я, к сожалению, не готовился. Вот, давайте поаплодируем Александру Ненеце, который просто обмазал меня говном, когда вы только начали здесь. Вот, единственное, что попрошу вас сделать, это вспомнить слова Татьяны, которая выступала в начале, да, и это только две фразы. Первое, это да, мне очень волнительно, и второе, да, вы очень хороши. Я уже жалею, что женился. Да, переделал сюда выйти, я сказал своей жене, извини за мои шутки, она сказала, отработаешь, да? Мы уже понимаем, но я как-то буду отрабатывать. Спасибо. Лёха Тюрбаков в здании, да? Смотрите, действительно, буду прям читать в подсказках, закончил писать текст два часа назад. А, нет, спите, я уже три. В этом году известный сатирик-писатель Михаил Михайлович Жванецкий решил прекратить свои публичные выступления из-за возраста. Также ликвидировал статус индивидуального предпринимателя. В 86 лет он прекратил выступления на сцене. Да, наверное, вы все сидите и думаете, какой хера ты сейчас пизданул. Да, вы все понимаете, что на этот момент был, что освободилось на большой сцене место, и я туда, блядь, собираюсь. Мои родители вообще великолепные люди, и когда я сказал, что я хочу выступить со стендап-представлением небольшим, они сказали, ну, мама мне говорит, слышь, сынок, ты красавчик, вообще, дай бог тебе здоровья, я тебя поддерживаю во всем, и в чем буду поддерживать. А Батя? А Батя такой, слышь, говно, ты просто опозоришься. Мы обожали, все вообще. Давайте аплодисменты моему отцу. В общем-то, если брать в общем-в целом, в общем-в целом конкретно, стендаперы стебутся над собой, чтобы получить обратную связь со зрителями. Вот, а остальные стендаперы — это Павел Боля. Вот, он просто срет на всех. В общем, я не буду отвечать от всех остальных стендаперов, поржу над собой. Правильно говорить в общем и целом. В целом и в общем, вообще, по-другому. Вот, и если я здесь сегодня нахожусь, вы должны понимать, что господа, которые устраивают это мероприятие, пускай здесь просто все ко дну. Вот, если я это понимаю уже. Вот, давайте, да, меня зовут Богдан, на короне Лебовский. Я говорю, а слышишь, ты говно подошел сюда, что у тебя на лице написано? У меня будет плюс-минус, там, в моем небольшом выступлении, у меня будет где-то три темы, которые я хочу просто подобосрать. Это первое — я барбер, второе — у меня туки на лице, ну, помимо всего остального. И третье — это, ну, я женат, к сожалению, а может и к счастью, еще не понял, только три месяца. Он не работает это вообще никак. Даже не работал в деньнице. Вот, и одна из главных шуток о том, что, ну, почему я напил татуировки на лице? У всех вот такой вопрос. Люди вот на улице идут такой, типа, «Сука, блядь, сейчас буду идти на рюмашки». А почему ты татуировки на лице? Наверное, потому что у меня будет какая-то блядская деменция в старом возрасте. И я такой, типа, «О, ебать, я барбер, вот куда мне на работу пиздал». Наверное. Вот, мои родители с моим выбором не очень согласны. Да, и они моделировали ситуацию, что если бы… Люди писали свою профессию на лице. Например, вот представьте, сантехника с надписью «Сантехник» на «Ебле». Очень удобно. Да, неплохо, согласен. Это только начало. Представьте, встречается ФСБшник и наркоторговец, у которых на лице написана их профессия. Это было примерно что-то типа «Ой, привет, ой, привет». Проблема наркоторговца — пиздец теперь. Да, спасибо, что смеетесь, потому что я ваш друг. Блядь, бросите грозу. Мои родители примерно смоделировали ситуацию о том, что моя… Ну, это была на моей свайбе. Кто был на моей свайбе, поапаллодируйте. Да, спасибо, кучка, долблёвок. В общем, на моей свайбе мой батис вместо того, чтобы сказать какую-то эпичную речь, начал задирать о том, что мы не давали сыну рисовать на обоях, поэтому он решил психануть и в 8-м среду нарисовал на своем еблее. У кого будут или собираются быть дети, да, подумайте, что tied до нет. В общем, знаете, моему браку три месяца и... Да, понимаете, вместо того, чтобы сейчас смотреть туда, я придумываю прям слово. В общем, моему браку три месяца всего лишь, и самый бесящий вопрос, который мы не задавали, это, слышишь, чел, а что изменилось с момента, как вы женились? Единственное, что, блядь, изменилось, это ваш, сука, вопрос, что, блядь, изменилось? Сейчас я буду в конце расписывать, что, извиняюсь, погодите, найду, тут пункт. А, да, один из бонусов, я понял, что разницы женских и мужских бритв нету. Ну, ее просто нету, она не одинаковая, блядь. В общем-то, женский дезодорант говорит о том, что он женский, только названием женский. Наш дезодорант дома уже думает, что он мужской, хотя он розовый. Да, могли бы, блядь, похлопить. А-а-а! Спасибо. Да, кстати, это было очень неловкое окончание моего выступления. А, да? Да. И, в общем-то, я скажу, вот, я, 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 вот, честно, это мое первое выступление, и я прямо штудировал информацию о том, как правильно строить шутки. Вот, и единственное, что я понял, смотря кучу стандайперов, это о том, что если ты не, ммм, не упомянул Пузову в своем...